Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестирующим больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 55 миллионов рублей и его можно увидеть здесь на канале по субботу. На обложке этого видео написано утверждение о том, что курс доллара будет 62 рубля. Таких прогнозов уже много появляется в интернете и в ютубе. Называют цифры 60 рублей за доллар и 63, про 65 говорят еще чаще. Давайте я сегодня соберу обоснования под это утверждение и расскажу, при каких обстоятельствах такой курс может стать возможным. Также не забуду обратить ваше внимание на то, что может помешать такому замечательному укреплению рубля. Ну, выпуск будет короткий, только самый ключевой. Очевидно, что доллар сейчас торгуется на вполне красивых уровнях, существенно ниже привычных многомесячных значений. Однако укрепление рубля в последнее время даже слегка развернулось. И многие сейчас задумались, а что будет дальше, вернется ли рубль к устойчивому укреплению ниже 70 рублей и пойдет ли он в сторону 65 или дальше 62. Смотрите, ролик будет именно об этом. На экране график курса доллара. На графике действительно видно, что рубль довольно-таки резко перестал укрепляться и отскочил от достигнутых многомесячных минимумов. Возникает вопрос, что это было и возможно ли повторение укрепительной динамики для рубля. Да, укрепление рубля возможно, особенно если рассматривать средний срок. Оно может повториться и даже усилиться, учитывая, что ключевым курсообразующим фактором для курса доллара является количество нефтедолларов, поступающих в страну. То есть зависит от цен на нефть и от объема в продаже этой самой нефти. Частично именно поэтому мы и наблюдали достаточно динамичное укрепление рубля в последнее время. Оно происходило на всплеске цен на энергоносители во всем мире. Так вот, закончу мысль. Дело в том, что с течением времени, скорее всего, постепенно ОПЕК-плюс будет снимать ограничения на добычу нефти странами-участниками этого картеля. А следовательно, будут расти и объемы продаж нефти российскими нефтедобытчиками. Вот это видео как раз вот выйдет накануне очередного решения ОПЕК-плюс. Консенсус прогноз там такой, что все же не ждут резкого повышения объемов. Скорее всего, ОПЕК-плюс будет придерживаться предыдущего плана, то есть ограничения снимут на немного, на 400 тысяч баррелей в день. Рынку и американцам, в частности, такое небольшое снятие ограничений на добычу кажется несущественным. И США всячески пытаются сейчас сподвигнуть ОПЕК-плюс к более активным шагам по наращиванию добычи нефти. Американцам реально не нравится, что экономика вот на данном этапе начинает переживать некоторые торможения, в том числе из-за высоких цен на энергоносители. К тому же американские финансовые власти беспокоятся по поводу высокой инфляции, которая тоже не торопится снижаться на фоне все тех же высоких нефтяных цен. Так что результат заседания ОПЕК-плюс хоть и считается предсказуемым, но все же вот позиции США по этой теме добавляют некоторую интригу. Если сюрприз будет, то и курс доллара способен будет показать активную динамику. Но меня мало интересует краткосрочное движение и тенденция запомнить вот из этого всего и осознать, стоит лишь то, что у рубля остается потенциал к укреплению, так как со временем будут ослабляться ограничения ОПЕК-плюс. В то же время появляются признаки торможения глобального экономического роста, в том числе и по причинам высоких цен на энергоносители. К тому же все уже знают, что общий мировой ковидный тренд по заражениям сейчас разворачивается, заражения начинают расти. Так что спрос на нефть способен снизиться из-за ковидного фактора, ну и по причинам высоких цен на энергоносители тоже. Именно поэтому, скорее всего, ОПЕК не будет торопиться. Так, сегодня я слишком надолго остановился на нефти, но в реальности нужно еще сказать как минимум о двух важных моментах. Первый из них – это динамика индекса доллара. Этот индекс характеризует силу доллара относительно основных ключевых мировых валют. Смотрим на график. Видно, что в последнее время яркой динамики здесь нет, но она может очень скоро появиться. Это видео выйдет как раз накануне окончания заседания ФРС США. Комментарии, которые последуют по итогам этого заседания, вполне способны придать движению этого индекса более явный вектор. И если доллар вернется к глобальному укреплению, то рублю это сильно не понравится. И наоборот, невнятная или успокоительная риторика Федрезерва способна в итоге поддержать рубль. Так что если повезет, то Федрезерв может сыграть временно на стороне рубля. Но долгосрочно ФРС, конечно же, постепенно будет закручивать кран ликвидности, и доллар с большой вероятностью станет сильнее. Далее. Есть еще один фактор, который способен при развитии позитива со всех сторон привести курс доллара к значениям ниже 65. Индекс RGBI. Индекс российского госдолга. Но тут ситуация ухудшается прямо на глазах. Спрос на российский госдолг со стороны иностранцев снижается. Основной причиной эксперты называют повышение Центральным банком Российской Федерации ключевой ставки и большую вероятность дальнейшего ее повышения. Причем создается впечатление, что нерезиденты что-то знают и спешно покидают российский госдолг. Я не сторонник различных теорий Загорова, поэтому данную тему развивать не стал. А вот если бы все было с точностью наоборот, нерезиденты выстраивались бы в очередь за нашими ФВЗ, то курс доллара при условии позитива по всем остальным курсообразующим факторам вполне мог бы уже преодолеть 65 рублей и смотреть в сторону даже 62. Повторюсь, при заметном позитиве по всем остальным важным курсообразующим факторам. Это и есть самый позитивный из возможных сценариев по курсу доллара. Но резиденты сейчас предпочитают выходить из российского госдолга, так что суперпозитивный сценарий пока не встал на путь к реализации. Но вероятность того, что нерезиденты к нам таки вернутся, пока остается. Кстати, мне было бы очень интересно ваше мнение по этому поводу. Оцените в комментариях вероятность возврата нерезидентов в российский госдолг. Ну и желательно с аргументацией. Спасибо. Продолжаю. Если понимать, что в тот день, когда курс доллара показал свой недавний минимум, был пик налогового периода, а сейчас до этого еще далеко, то с этой стороны рубль пока потешку не ждет. Но буквально в эти дни, вот скоро, мы узнаем решение ОПЕК+, и ФРС. А также познакомимся с комментариями по итогам этих важнейших заседаний. И поэтому сейчас, сегодня, нет вообще никакого смысла давать какой-либо прогноз по курсу доллара в конкретных цифрах. Слишком велика вероятность не попасть. Но выводы будут сегодня обязательно. Я до сих пор вижу, что довольно много еще зрителей не понимает, что ценность моих прогнозов по курсу доллара отнюдь не в точности, хотя она и очень высока, а в логике аргументации. Итак, перехожу к выводам. Вероятность возобновления и укрепления рубля сейчас остается довольно высокой. Прежде всего потому, что нефть еще пока держится высоко. Если ОПЕК+, и ФРС сыграют на стороне рубля, и этот создавшийся позитив не омрачится возобновлением санкционной риторики, то мы вновь увидим курс доллара ниже 70 рублей. А вот если еще и вдруг откуда не возьмись возникнет мощный позитив по возврату нерезидентов ОФЗ, например, нарисуется какая-то мощная примирительная риторика между США и Россией, то тогда на подобной эйфории можем увидеть и 65, а при совсем неадекватном позитиве и даже ниже. Однако вероятность воплощения такого сценария невелика, особенно если принять во внимание, что и по доллару уже прошла совершенно немаленькая инфляция в течение нескольких последних месяцев. И возврат курса доллара в район 60-65 рублей надолго при текущем раскладе по курсообразующим факторам практически невозможен. То есть вероятность очень небольшая. Так что всем, кто пророчит 60 или 62 рубля за доллар, посоветуйте подтянуть аргументацию. На данном этапе пока предпосылок к появлению такого очень позитивного сценария нет. Если появятся предпосылки, то дам знать. А сейчас приглашу вас всех в свой бесплатный телеграм-канал. Подписывайтесь, но подписывайтесь осторожно по моей ссылке, чтобы не нарваться на мошенников и созвучные каналы. Ссылка, как всегда, внизу в описании к видео. Ну а на сегодня это все. Всем здоровья, большой профит, это пребудет с вами Сила Сложного Процента.